Обратите ваше внимание на то, что мир изменился. Он очень сильно изменился в последние 30 лет. Да ладно, 20, да, еще 20 лет назад у нас не было у всех сотовых телефонов еще. Мы не могли общаться вот так вот онлайн, и не было соцсетей. И мы с вами гораздо больше двигались. И для того, чтобы обслужить себя просто, элементарно, нам приходилось больше двигаться. Ну, такая была жизнь, да. Еще чуть-чуть отлистаем назад. Давайте вспомним, что не было особо стиральных машин. Лично я это очень хорошо помню, как на выходных мы устраивали какие-то там постерушки. И как-то вот это занимало очень много времени. Давайте вспомним о том, что мы детей воспитывали без памперса. Ну, мне тоже повезло, я воспитывала в памперсе. Но вот, ну, если вы тот самый человек, помните, как это, да, движений было больше. У современного человека столько движений нет. Но если мы с вами отмотаем вообще вот это вот последнее время, 2020 год, вообще нас всех изолировал, да, и двигались мы вообще в разы меньше. Соответственно, раз мы двигаемся в разы меньше, нам нужно меньше энергии, меньше калорий. Дальше. Питание, да, современного человека, оно, конечно, мега несовершенно. Мы очень часто еду используем не с пищевыми целями, но потому что грустно, скучно, одиноко для того, чтобы поговорить, с кем-то встретиться, ну и так далее, да, то есть это какая-то вообще абсолютно другая причина. Не для того, чтобы дать организму все необходимое. Но это один момент. Наши пищевые привычки, наши пищевые предпочтения. Другой момент, это что само по себе качество еды и еды другое стало. Вот мне бабушка когда-то говорила, да, вот я маленькая была, ходила у нее по даче, где она была чемпионом по выращиванию помидоров, вот такая вот у нее была, селекционер она была. И она все время говорила, кушай, внучка, помидоры, потом не будет. Я совершенно четко не могла понять, почему потом не будет вот такое кругом изобилие. Но сегодня и правда нет. Сегодня и правда нету такого вот качества. Вот хочется, знаете, историю рассказать в связи с этим. У меня друг, я живу в Краснодаре, жительница России, у меня друг, значит, взял коле в аренду для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот он советуется со мной, чем же мне засеять это поле, то ли, значит, помидорами, то ли, может быть, клубникой. Клубникой полтора миллиона, там и нужно было дополнительно вложить помидоры, 700 тысяч рублей. Ну, и решила, собственно, с помидоров начать. Я обрадовалась, думаю, сейчас вот буквально через некоторое время мы начнем есть наконец-то нормальные помидоры, не только похожие, но еще и со вкусом помидоров и со всеми порядочными питательными веществами. Проходит время, я звоню и говорю, Юра, где помидоры? Давай, у меня тут уже очередь буквально, мы все хотим хорошие помидоры. На что Юра мне говорит, ты знаешь, я, говорит, сам брезгую есть эти помидоры, потому как я понял, как тут все устроено, мне пришлось еще залить поле бесконечным количеством разных химикатов, удобрений для того, чтобы вообще не потерять свои 700 тысяч. Тут я расстроилась очень сильно, и, в общем, надо понимать, что современное сельское хозяйство, оно вот выглядит примерно вот таким вот образом. Иногда этот помидор, к сожалению, даже и землю, и почву не видел, да, то есть рос в какой-нибудь гидропонике. Ну, вот такая вот история. Качество пищи оставляет желать лучшего. Еще один момент. Современный человек очень много стрессует. Просто источников этого стресса очень много. Вы знаете, как будто бы время сократилось. Ну, может быть, оно, конечно же, и не сократилось, но факт в том, что мы очень доступны. У нас, нас очень легко достать, у нас колоссальное количество телефонных звонков, каких-то чатов, и везде нужно принимать решения. То есть современному человеку достаточно сложно. Очень много всего, да, из-за этого, конечно, очень сильно стрессует. Но не только. Поводов у нас предостаточно, я думаю, вы понимаете, о чем я. Соответственно, в этот самый момент расходуется колоссальное количество, ну, больше, чем раньше, да, витаминов группы В, например, на обслуживание стресса, например, того же самого магния. Некоторые аминокислоты очень сильно расходуются, чтобы все вот эти вот вопросы скомпенсировать. Такого не было раньше. Итак, у нас что получается? У нас получается, человек современный мало двигается. Второе, значит, питание несовершенно по разным причинам, ну, и потому что сами продукты так себе стали, да, ну, и выбор у человека. Расход питательных элементов как раз того, чего мы не получаем, он гораздо больше. Ну, и что в итоге? В итоге, да, вот все это складываем, равно человек современный. Мало энергии, плохо фокусируется, как-то вот хуже соображает, что-то спать хочется, да, все время. Где-то там, не знаю, с кожей какие-то вопросы получаются, что-то там, не знаю, ногти не очень, волосы выпадают, на локтях какие-то шероховатости. То есть всякие такие неспецифические признаки начинают появляться. Но это, наверное, не самая страшная история. Это просто признаки и знаки, которые могут говорить о несовершенстве, да, получается. Но самое страшное, к чему это все ведет, да? Это все ведет к снижению иммунитета, да, это все ведет к различным заболеваниям вот нашего этого века, да, это метаболический синдром, это от большого количества углеводов и всей этой энергии, это сахарный диабет второго типа. Ну и, конечно же, тренд, мощный тренд смертности – это атеросклероз, да, это, собственно, ишемическая болезнь сердца. И вот сейчас вы на экране можете видеть, да, ведущие причины смертности в мире по данным ВОЗ за 2016 год. И смотрите, тренд, самый основной, от чего умирают люди – это ишемическая болезнь сердца. Дальше у нас инсульт идет, в общем, сердечно-сосудистые заболевания. И вот хочется задать вопрос, да, следующую картинку, следующий слайд вы видите, да, что же это за история такая, атеросклероз, что же это за природа явления, да, когда у нас внутри сосудов что-то образовывается, да, вот холестерин в сосуде с этой стенки, откуда он там берется? Вот вопрос, кто его туда положил? Мы как его сами на себя намазываем или как это происходит? Я думаю, что ответ в вашей голове родился, мы это кладем в рот, это от нашего питания зависит, это зависит от, так же, поведения, стресса и прочие разные моменты. То есть вот основная мысль – это мы сами сделали, это мой собственный выбор привел человека к тому, его собственный выбор к тому, что с ним так, да, что у него сердечно-сосудистые заболевания. И как это вот сейчас на экране, я думаю, вы видите видео, да, оно без звука, мы с вами как бы заглядываем в сосудик, да, и как бы видим, что там происходит. Вот человек ест еду со своими пищевыми привычками, да, там много насыщенных жиров, чего-то там не хватает, эластичность сосудов не очень, он там, в общем, стрессует, у него куча разных привычек, и начинает вот такая история вырастать, да, мы потихонечку видим, как стеночка растет, растет, поднимается, и сейчас она вообще вырастет и практически закупорит сосуд, да, а еще эта штука может оторваться, да, так называемый там тромб, где-то что-то закупорил, инфаркт, инсульты, вплоть до летальности. И это наш собственный выбор. На следующем слайде вы видите причины атеросклероза, то есть откуда это все берется, да, вот их тут много, да, их тут 15, как вы видите, да, и самое интересное, что только две, на которые мы с вами не можем повлиять. На наследственность мы вряд ли повлияем, все, родители не выбирают, да, экология, ну что я могу с этим поделать, вот такой вот у нас мир, ну а все остальное, ну, например, повышенный уровень холестерина в крови, так это мой собственный выбор, да, какую еду я выбираю. Или, например, дефицит в рационе калия, магния, скамбиновой кислоты, витамина С, того же, да, с витамином Е, ну это что, я положила в тарелку или не положила? Или, например, избыток окисленных жиров в ежедневном меню. Хм, так это был мой выбор, да, как я использую масло, как я жарю или не жарю, ну и так далее. Все остальное уж точно, табакокурение, злоупотребление алкогольными напитками, в общем, это мое дело, да, и это мой собственный выбор, ну, выбор этого самого человека современного. На следующем слайде вы можете видеть, как, собственно, товарищ Скальный, это тот самый ученый, да, который вот уже более 30 лет изучает вот эту историю про микроэлементы, эссенциальные всякие разные, вот он как раз тут показывает, к чему приводит хронический недостаток эссенциальных химических элементов, мы видим, да, вот верхнюю, посмотрите, строчку и нижнюю, посмотрите, строчку. Верхняя строка – это откуда у нас хронический недостаток эссенциальных химических элементов, да, недостаточное поступление, хронический стресс, токсические химические элементы, радиация, да, то такое может быть с каждым человеком. И смотрим нижнюю строчечку. Психоневрологические расстройства, онкопатология, воспалительные поражения органов и тканей. Вот какая связь для современного человека, ну как бы никакой. То есть он доживает до определенного возраста, там почти лет в 30-40, вдруг, оп, и болезнь. Раз, и тебе сахарный диабет. Несправедливость жизни, думает человек, как же так-то? Жил я себе, никого не трогал. Но то, что регулярно была вот такая вот ситуация, регулярно не поступали эссенциальные вещества, все это, вот теперь посмотрим в серединочку, все это приводило к нарушению гомеостаза. Гомеостаз – это некая равновесие. Нарушалось равновесие, уж какое, я не знаю, у каждого там своя история, то ли это какие-то белковые, жировые, углеводные или еще что-то. Начинались проблемы с ферментами, с гормонами, и, пожалуйста, да, как это говорит, нарушен обмен веществ. Такая фраза, как бы, такая совершенно непонятная для многих, мы уже к этому ко всему привыкли, а это вот так, да, это вот почему. Ну и в конце концов, все вот эти вот вещи, на которые мы с вами внимания не обращаем, ну, знаете, пломба выпала быстрее, чем обычно, что-то боли в суставах каких-то, ранки медленнее заживают, круги под глазами, чрезмерная жирность кожи или волос, или сухость, да, наоборот, все это может быть маленькими такими симптомами, которые вот стоят в преддверии чего-то серьезного, да, серьезных последствий нутриентной недостаточности. Опять сейчас видите на экране слайд, и в итоге мы к чему приходим? Приходим к тому, что нам совершенно сейчас не нужно, это снижение иммунитета, да, вот совершенно это сейчас не в тренде, ну, к риску сердечно-сосудистых, так это вообще постоянный тренд смертности, это вот это можно назвать реально пандемией, потому что вот это действительно то, от чего по всей земле умирают люди. Риск опухолевых заболеваний, нарушение ЖКТ. Очень хочется, чтобы вы вот эту вот связь, ну, наконец-то прочувствовали, то есть к вопросу зачем, да. Обратите внимание сейчас на рацион обычного питания, возможно, вы когда-нибудь у меня уже видели этот слайд, а может быть смотрите на него впервые. Мы сейчас с вами видим рацион обычного человека, и вот если на него посмотреть, ну, вроде бы ничего здесь такого, скажем так, криминального-то нет. Человек как человек, еда как еда. С утра бутербродики, днем первое, второе, третье компот, вечером на ужин какой-то второй, даже салат там, да. Ну, и там где-то у нас кофеечек выпил, шоколадочку съел, где-то, может, пирожочек в него вошел. То есть это, скажем так, обычная история. Но если мы с вами заглядываем внутрь этого питания и смотрим, что же оно нам несет, то у диетолога, с нутрициологом начинают шевелиться волосы, да, и мы совершенно четко понимаем, к чему это все приведет. Ко всему тому, о чем я говорила. И дефицит клетчатки, и омеги, и витаминов, и В, и Д, и микроэлементы, и кальций. В общем, и целом все это, в общем, ведет ко всему тому, о чем я говорила. Диета. Если человек на диете, то становится еще страшнее история. То есть мы здесь видим, в принципе, вроде как не самую страшную диету. И даже если мы вдруг услышим, что человек питается вот так, с утра яичко, на ужин творожок, днем у него и курочка была, и огурец, и даже салат. Вроде как звучит не так уж и страшно. Это тебе не просто зашить рот диета. Но на вид выглядит еще страшнее, на микронутриентный, скажем так, вид. Здесь еще большая проблема с витаминами и минералами. И, конечно, энергии очень мало. И, конечно, печаль берет за такие рационы. Отличным способом понять, надо вам что-то менять в питании или не надо, является, как бы это сказать, такой способ, как диетанамнез. Есть разные способы понять про свое питание. Можно анализы сдать. Но отличный способ, который используют практически все диетологи, так называемый диетанамнез. Это когда мы с вами берем факт, наши пищевые предпочтения, и сравниваем с нормами, которые разработал Институт питания РАМ. Вот такой точный анализ можно провести и без врача-диетолога, а, например, с помощью специального сервиса, который называется Nutrilogic. И тот, кто вас позвал или дал вам это видео, вы его спросите, как это сделать. То есть с помощью этой умной программы, даже без очень глубокого специалиста, вы и сами все поймете на диаграммах, чего вам хватает, чего вам не хватает, из каких пищевых источников вы можете это получать, и сконструировать какой-то свой план питания. Ну, это идеальная история, если вы так сделаете. Ну, даже в общем, давайте сейчас возьмем, что мы можем с вами еще сделать, чтобы сбалансировать питание. Как нам говорит Всемирная организация здравоохранения, добавьте, пожалуйста, 300-400 граммов фруктов. Но, к сожалению, этого мало. К сожалению, здесь прям реально нужно разобраться с этим вопросом. И опять же, глядя через вот эту вот нутриентную программу, которая тоже могла бы быть вам доступна, мы можем посмотреть на какой-нибудь такой, знаете, среднестатистический набор овощей и фруктов, вот, например, как на экране. Ну, что обычно едят? Помидоры, огурцы, яблоки, апельсины, бананы. Вот съели по одному, и вроде как 400 граммов у нас получилось. Но в итоге ничего хорошего здесь мы с вами не видим, как вот вы на экране можете видеть витаминно-минеральный состав среднестатистического набора овощей и фруктов. Не дотягивает до адекватной, скажем, нормы. Да, у нас есть адекватная, я ее называю нижняя норма, и есть верхний допустимый уровень. Ну, мы до адекватного никак не дотягиваем. К сожалению, этого мало. Плюс давайте добавим сюда еще и понимание о том, что резко ухудшилось качество. Я вам пример вначале прям красноречивый приводила. Ну, а здесь на экранчиках вы можете видеть просто статистику. Да, это авторитетная компания проводила исследования. Но, к сожалению, печально получается очень и с витаминами, и с минералами. И ухудшение с 1985 года по 2002, ну, прям прилично. Это больше, чем на 50%. Вот если вы сейчас внимательно разглядите, это больше, чем 50%. Плюс потери, которые нужно тоже учитывать, питательных веществ в результате хранения, переработки, которые тоже могут быть. Ну, и что же с этим делать? Вот я обещала простые способы. Конечно, будет здорово, если вы там найдете специалиста, обратитесь к тому, кто вас пригласил, например, чтобы узнать свое питание через вот этот сервис, сравнить факт с тем, что предлагает для российского человека, ну, или вот Институт питания РАМ. Это будет самым, наверное, идеальным вариантом. Это будет хорошо. Но, в общем и целом, важно научиться балансировать свое питание. Для этого, ну, самый простой способ, да, вот это внедрить модель тарелки. Модель тарелки, наверняка вы знаете, что это такое. Модель тарелки в каждый прием пищи. У нас есть завтрак, обед и ужин. Модель тарелки – это обычная тарелка, которую мы делим на 4 части. 2 части заполняем овощами и фруктами. Причем, смотрите, и на завтрак, и на обед, и на ужин. То есть, таким образом, больше войдет источников растительного происхождения овощей и фруктов. Дальше у нас есть еще один сегмент про белок. Да, там у нас белковый продукт. А что у нас такое белковый продукт? Это вся плод животных, рыб и птиц, да. Это у нас молочка, кисломолочка. Это у нас яйца, грибы, бобы и функциональное питание. Туда тоже мы можем отнести. Это белок. В каждый прием пищи, да, чтобы мы получали необходимое количество белка. Сейчас вот буквально нутрициологический курс нужно привести там по граммам, рассказать. Сейчас просто на слово поверьте хотя бы, да. Это более или менее поможет. Но если в каждый прием пищи у вас так будет. Это не точно, да. Это, конечно, с этим нужно разбираться. Ну, хотя бы. Такой простой способ приблизиться. И у нас остается еще один сегмент в модели тарелки. Туда мы положим углеводы. Мы положим туда все наши гарниры. То, что мы гарнирами называем. И картошечка там может лежать, и макарончики, и гречечка, и, в принципе, даже кусок хлеба. А почему нет зернового какого-то? В общем, и целом преимущество в том, что все углеводы под контролем. А углеводы это что? Это энергия. Это, собственно, солнечная энергия, трансформированная растениями в углеводы. Мы берем оттуда и, собственно, эту энергию используем на движение. Для того, чтобы вся наша эта конструкция биологическая вся, собственно, двигалась. Вот это все. Если вы углеводы не заслужили, если вы не двигаетесь, то, конечно, это очень хорошая история, что углеводы под контролем всегда. Это вот у нас такой первый способ. Может быть, не знаю, для меня звучит, конечно же, просто. Я уже 10 лет этим занимаюсь. Возможно, вам не так-то просто всем этим заняться. Один из простейших способов, как можно и даже на фоне тарелки, и пока модели тарелки, и пока вы вообще, в принципе, решаетесь как-то научиться, не знаю, в поиске решения этого вопроса, как сбалансировать свое питание, пока всем вот этим занимаетесь, один из простейших способов в нынешнее время, обезопасить свой рацион, это добавить в питание, функциональное питание, конкретно функциональный набор от Nutrilite. Функциональный набор от Nutrilite состоит из трех продуктов, которые очень грамотно и сбалансированно закроют все пробелы. Первый продукт – это протеиновый порошок. Протеиновый порошок – это белок, то есть нам крайне необходим белок. И почему именно протеиновый порошок? Потому что, если вы прекрасно понимаете, что вам необходим белок в питании и для иммунитета, потому что антитела и прочее имеют белковую природу, да и гормоны, да и ферменты очень многие. Ну, очень много процессов, это в общем и целом закрывается белком, но он нам нужен каждый день. Один грамм на килограмм веса, ну, как минимум. И пока вы не разбираетесь, как обеспечивать вам эти процессы, очень хорошо поможет функциональное питание, то есть протеиновый порошок. Кому еще это может быть полезно? Ну, в общем, всем тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. Потому что неизбежно, если мы будем получать белок из продуктов животного происхождения, в нашу жизнь также будут входить насыщенные жиры, что, собственно, будет вести вот к этим вот процессам атеросклероз и прочее. Иногда нам вообще эта история не нужна. Я не говорю, что нужно вообще обезжириваться, но просто вот как-то вот баланс мы можем нарушать, да, а это просто на самом деле, очень просто. Значит, второй момент, откуда мы с вами белок получаем, это из продуктов растительного происхождения. Но там тоже есть бонус, так называемый. Неизбежно мы будем получать большое количество углеводов. Ну, так устроена история, да, устроена жизнь. Получается, мы с вами углеводы не заслужили, современные люди двигаются мало, и вот эти вот углеводы с жирами нам пока, ну, скажем так, не всегда нужны. Соответственно, протеиновый порошок несет нам только одни очищенные аминокислоты, только чистейший белочек, да, вот прям сбалансированный как надо. Ну, для некоторых, да, для скептиков, что же это такое? Просто некоторые думают, химия какая-то или что-то в этом духе. Ну, это простое, знаете, вот детское питание, это ведь тоже функциональное питание, когда мамочка грудным молоком кормить не может, используют функциональное питание для деток, да, специально сбалансированное под деток. То есть там небольшое количество белка, там все под детский организм, поэтому взрослому оно, конечно же, не подходит. Если мы говорим о протеиновом порошке, ну, вот, например, о протеиновом порошке растительного происхождения, то делается он, ну, просто, да, ну, смысл какой, ну, например, берется какой-то источник, ну, например, соя, да, размалывается, получается такой некий шрот. Этот шрот помещается в спиртовые растворы, и многократно это все происходит. И углеводная составляющая, она вся растворяется в этих вот спиртах, и промывается, очищается. В итоге остается одна изолированная цепочка, изолированная от этого всего, да, цепочка именно кислоты. Мы там слышим изолят, концентрат, да, такие вот названия. В общем, и в целом, собственно, все, да. И также, собственно, да, нутрилайт, протеиновый порошок, это такая же история, но бонусом еще и то, что он смиксован правильно. Он так смиксован из разных источников, что у него содержание аминокислотно прямо эталонное, хорошее, то есть как в мясе. И если вы тот самый человек, который мало двигается, то вы получите только белок без лишних всяких разных бонусов. Если вы кормящая мамочка и не хотите тоже поправляться, если вы, не знаю, спортсмен, ну и так далее, да, то есть в принципе, в общем и целом, это хорошая затея порцию протеинового порошка добавлять каждый день. Например, в смузи, да, в какой-то свой, например, в супчик, например, в кашку, да. То есть протеиновый порошок от нутрилайт, он такой, знаете, универсальный, он безвкусный, то есть можно вот как-то обогащать свою просто еду. Первый был продукт, да. Второй продукт – это омега-3, да. Про омегу-3 все слышали, уже прям очень много рекламы по этому поводу. Омега-3 нам нужна, и знаете, многие ищут омегу-3 в растительных маслах. Ну и правильно делают, она там тоже содержится, но мало кто знает, что омега-то вообще 11 видов на самом деле, да, и самыми ценными являются всего три, да, которые нам в большом дефиците, и получать их очень сложно. Это альфа-линоленовая кислота, да, коза-гексоеновая и коза-пентоеновая, да. Альфа-линоленовую мы можем с вами получать, если вы такую привычку возьмете обогащать свое питание, ну, например, льняным маслом, да, вот, найдете источники, это, в принципе, не проблема, льняное масло. В некоторых других маслах она тоже содержится, да. Небольшое количество из нее может просинтезироваться и коза-пентоеновая кислота, ну, очень небольшое, ну, как бы, ну, 5%, да, не больше 5%, но и коза-пентоеновая создаст до коза-пентоеновая, ну, тоже в очень маленьком количестве, да. Просто это к чему вопрос? Вот многие спрашивали, а как же мы без рыбы-то жили? Как же мы жили-то без рыбы? Потому что до коза-гексоеновая кислота с козой-пентоеновой есть только в жирах рыб, да, но и не потому, что рыба синтезирует в себе такую штуку, да, а просто потому, что рыба плавала в холодных северных морях и ела хороший благостный планктон. Только в этом случае. Если тут будет играть роль кормовая база и не столовая, да. Зачем нам это? Да, коза-гексоеновая коза-пентоеновая кислота. Она нужна для всего практически, да, построение каждой клетки, нервная система. Это, конечно, очень важная вещь. Если вы не хотите выполнять вот этот тренд смертности общемировой в плане ишемической болезни сердца, то, конечно, найдите возможность добавить в свой рацион хорошую, качественную рыбу или хорошую, качественную добавку. Например, омега-3 отнутри лайт. Она как раз-таки содержит все в необходимых количествах, достаточно просто. Если вы готовы покупать рыбу, да, то, в принципе, вы можете позволить себе покупать и такую биологически активную добавку. И третий продукт, который дополнит питание – это мультивитаминный комплекс. Это витамины, минералы, да, ну, как минимум, да, есть такой наборчик с мультивитаминным комплексом Дейли, а есть такой более расширенный, где еще, знаете, добавляется комплекс фитонутриентов, ну, как будто бы вы съедаете еще в день пять порций овощей и фруктов, да. Это вот как бы получается такая история. Вот, собственно, это был такой способ, да, как мы можем с вами без какого-то особого знания, да, вот, пока мы там начинаем двигаться на пути здорового образа жизни, уже прямо сейчас привести в порядок свое питание, наполнить его, насытить в условиях нашего современного времени, ну, знаете, по цене сейчас я скажу, наверное, чашки кофе. То есть если вы можете позволить себе приобретать каждый день чашку кофе, то вы вполне себе можете позволить приобретать и такой хороший премиальный набор биологически активных добавок. Уже там, не буду говорить, пачка сигарет будет стоить дороже, то есть вот можно для себя выбрать, да, ресурсное, такая некая, не ресурсное некое вложение, не очень, да. Поэтому если собираетесь рассматривать, да, вообще эту историю с биологически активными добавками, обратите внимание внутривая. Кстати, еще тоже, да, раз уж мы начали этот разговор, сегодня рынок биологически активных добавок, ой, самый незащищенный, прям печально просто смотреть на него, потому что, ну, он же у нас очень молодой, мы совсем недавно в Российской Федерации вообще задумались об этом. Это в Америке, вон уже с 30-х годов всем этим занимаются, ну, как бы в Европе, в Америке, да, уж там особо про Европу, ладно, не будем говорить. И какая же здесь проблема? Проблема в качестве. Проблема в том, что когда на рынок выходит биологически активная добавка, чтобы можно было торговать в аптеке, да, необходима сертификация, чтобы доказать, что там нет ничего такого запрещенного в этой биологически активной добавки. Один раз. Дальше уже все. Никого не интересует, что было в следующей партии, что еще в какой-то, в отличие от фармпрепаратов. В фармпрепаратах немножко другая история, там сертифицируется каждая партия, существуют комиссии, фальсификаты, браки, в общем, там целая система, да, выявления чего-то там неправильного, она существует. И рынок существует в Российской Федерации. Фармпрепаратов достаточно серьезные, серьезные. Существуют производители завода. Здесь, слава богу, все в порядке, но не в биологически активных добавках. Вот тут вот, хоть в аптеке ты покупаешь, хоть где-нибудь на каком-нибудь сайте, да, на каком-нибудь известном сайте, на котором сейчас все покупают. Наверное, я даже могу сказать об этом, потому что были судебные прецеденты у сайта iHerb. Мы это видим в разных источниках, на РБК и так далее. Была такая информация и есть до сих пор, вы можете сами посмотреть. Я знаю как минимум от трех, да, судебных. заседаниях о таком прецеденте, когда предъявлялись претензии iHerb. Ну, собственно, за что? За то, что на территорию Российской Федерации заходят биологически активные добавки с наркотическими средствами, психотропными веществами. Ну, в общем, там специальная формулировка для этого. То есть получается, да, что российский житель может приобрести нечто, не понимая, да, ну вот такого вот качества даже с психотропными веществами. Поэтому если вы не разбираетесь, то тут, конечно, не стоит вам этим заниматься. Должен как-то, наверное, ответственно взять специалист за это. Поэтому аптека iHerb это, скажем так, не гарантированная надежность. И в этой части нам помогает стандарт GMP, да, это такая практика надлежащего производства. Если вы соберетесь приобретать все-таки биологически активные добавки, и это будет не Nutrilite, да, у которого все есть. Обратите внимание, есть ли у них GMP. Если GMP нет, лучше даже этим не заниматься. GMP это стандартизация, в которую входит, ну, как минимум 60 элементов, 60 соответствий. Соответствие персонала, его квалификации, соответствие производства, соответствие конечного продукта тому, что было заявлено, да. Поэтому это, собственно, про безопасность. А также обратите внимание на количество вещества на порцию, да, что тоже очень важно, потому что некоторые просто сравнивают цены и баночки. Это крайне неправильно, да. Вот сколько на порцию того вещества, за которое вы платите. И вообще, за какое вещество вы платите, да. Здесь, конечно, стоит задаться всеми вот этими вопросами, чтобы, ну, не купить в лучшем случае пустышку или что-то, что-то вообще небезопасное, что, например, через iHerb может зайти, так сказать, в вашу пищевую, в вашу тарелочку. Ну, наверное, на этом все, да. Мы сегодня с вами поговорили, для чего вообще в принципе правильно питаться, зачем современному человеку это нужно, какие у него есть на это причины. Примерно с вами определили, как это можно сделать. Модель тарелки, смузи по модели тарелки в каждый прием пищи. И как такой вот надежный вариант, пока вы разбираетесь вообще с этим направлением, функциональное питание, функциональный набор от Nutrilite, это в принципе все, что нужно вашему организму, чтобы вот все вот эти вопросики закрыть, да, чтобы все было хорошо. Я желаю вам всем здоровья. С вами была Вероника Абрамова. Продолжение следует...